Я хочу начать с того, чтобы поняли в Украине одну вещь. Нас никто не сливает, но никто не собирается помогать. Проблемы Украины в данный момент должны волновать в первую очередь нас самих. В Америке они не стоят на первом плане. Более того, сегодня в своей инакурационной речи Трамп сказал, что деньги среднего класса не должны уходить за океан. И это очень важный сигнал. Вчера в обсуждениях задавали очень много вопросов. Например, готова ли Украина выполнять свои обязательства? Какой план? Какие реформы? В какие сроки? Что, когда, как? Это очень большая череда вопросов, на которых у меня, увы, ответов не было. Ну и не было, честно говоря, полномочий отвечать на такие вопросы. Но американские конгрессмены четко говорят, у них есть 60 дней для того, чтобы показать Америке, что пришли профессионалы. 60 дней, в которых, увы, нет Украины. Украина сейчас, как кажется, не на часе. Почему? Наверное, вопрос к нашим дипломатам. Наверное, вопрос к тем чиновникам, которые должны были бы давно налаживать эти отношения. Администрация Трампа, увы, помнит некоторые, скажем так, не самые лестные отзывы в его сторону от очень многих политиков. И Трамп испытывает легкий холод к современной администрации Украины. Но я думаю, что все можно поправить, все можно выправить и действительно наладить нормальные отношения. Более того, американцы готовы. И самое главное, чтобы мы помнили. Сейчас пришло время прагматиков. Время, когда мы должны четко понимать, что не то, что мы можем попросить, а что мы можем предложить. А предложить нам есть что. Борислав, ну не могу не задать вам и следующий вопрос. Он уже не столь важен, наверное, для Украины в плане геополитики. То есть вообще не важен. Украинский сегмент Фейсбука просто взорвала информация об украинских политиках, которые массово ломанулись в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Назывались какие-то сумасшедшие суммы. От 5000 долларов до миллиона за VIP-столик недалеко от трибуны, за которой произносится речь. Владимир Владимирович, Вам во сколько обошлась Ваша поездка, если не секрет? Задумался. Моя поездка обошлась у меня только в перелет, проживание в гостинице. Больше ни копейки. Все остальное я получил в общем пакете. Более того, я хочу объяснить, чтобы не путали в Украине. Есть молитовный завтрак, куда невозможно попасть без денег. Это благотворительная организация, куда ты платишь деньги и попадаешь. А есть инаугурация, где ты попадаешь, если тебя приглашает какая-то из сторон. Демократическая партия или Республиканская партия. Также могут приглашать какие-либо силы, которые участвовали в президентской кампании. Меня пригласили сенаторы от Республиканской партии. В наборы шло 4 билета. Один из билетов на бал, один билет на инаугурацию, билет на парад и еще на одно мероприятие. Все. У меня нет билетов, за которые надо платить. Единственный вопрос, который у меня возникает, кто раздувает эту истерию в Украине. И большие подозрения, что раздувают тех, кого не захотели видеть в Америке. Чаще всего это были все люди, которые громко заявляли, что мы летим, у нас есть приглашение, нас ждут. А в итоге выясняется, что никто не ждет, никто их тут не ищет. И приглашение... Понятно, Борислав, спасибо. Давайте не будем меряться приглашениями, все-таки в наше эфирное время ограничено. Самое главное, что сказал Борислав, фраза, безусловно, очень важна фраза. Америка, да, я знаю, Америка сливать нас не собирает.